Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Битва больших машин. Два человека получили травмы в ДТП под Орловом. Еще есть запишем? Не знаю, возможно, ферсом. Резные клинки. Сколько вы продали ножей? Пять ножей. За сколько? За 12 тысяч. Кому продавали? Беспоничные. В Новоядске полицейские задержали кировского оружейного барона. Фортуна отвернулась. На улице Спаски полицейские накрыли подпольный покерный клуб. Сбоку, сзади, как-то вперед-назад. По-всякому. Это было долго. Продолжительное время. Помогли даме выехать из снега. Я проходил, не мог. Увидел. Тут ситуацию. Решил поинтересоваться, как происходит все. На улице Арджоникидзе сотрудники Росгвардии задержали сразу двух водителей с перегаром. Два человека получили травмы в ДТП под Орловом. Там столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля. Подробности в рубрике «Обзор аварий» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла 5 февраля вечером на 386-м километре трассы «Вятка» в Орловском районе. По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель «Хион де Солярис» и попутный грузовик «Ман» выехали навстречку. Далее произошло столкновение с другой форой «Скания», которая от удара выехала на встречную полосу и врезалась в 12-ю. В итоге водители двух грузовых автомобилей получили травмы. Медики оказали пострадавшим помощь. В этом же районе на 383-м километре дороги «Вятка» столкнулись две машины. По предварительным данным ГАИ, 40-летний водитель «Пежо Боксер» врезался в неисправный «Рено Магнум» с полуприцепом, который находился у края дороги. Пострадал водитель фургона. В Юрьянском районе произошло ДТП с участием агрегатов для бурения. По предварительным данным полиции, водитель «Камаза Барс-100» врезался в попутный «Барс-80», который остановился перед неисправным автобусом «Лиаз». От удара машина с установкой «Барс-80» задела общественный транспорт. В свою очередь автобус выехал на встречную полосу. Чтобы с ним не столкнуться, водитель встречного автомобиля «Датсун» съехал в кювет. В итоге водитель одного из «Камазов» получил травмы. Ему пришлось обратиться за помощью медиков. В Кирове на улице Весенней столкнулись две иномарки. По предварительным данным ведомства, 33-летний водитель «Форда Фьюжн» врезался в «Альмиру». Пассажирка «Ниссана» получила травмы. На улице Красноармейской в ДТП попали три машины. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель «Ниссана» ехал по второстепенной дороге и не пропустил «Фольксваген» на главной. После удара в немецкое авто врезался за шанс. В этом ДТП нет пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия. Кировского оружейного оборона задержали сотрудники полиции ФСБ и СОБРа. 28-летний ранее судимый мужчина попался стражем порядка в Нововятске прямо во время сделки. Выяснилось, что он продавал оружие через интернет, а затем доставлял клиентам заказы. Все подробности в нашем следующем материале. Встреча клиента и торговца ножами должна была состояться в Нововятске на улице Советской. Но в дело вмешались СОБРовцы. Такого исхода событий оружейный барон не ожидал. Еще есть запрещение? Не знаю, возможно, все это сомневается. В багажнике 28-летнего мужчины нашли крупную партию холодного оружия. К слову, ножи были с художественной гравировкой, известными цитатами. Ко всему прочему прилагались подарочные коробки. Оказалось, что оружием подозреваемый торговал через интернет и соцсети. Выяснилось, что подозреваемый уже был судим. Во время осмотра его автомобиля полицейские изъяли еще 12 клинков. В ходе обыска в его автомашине, а позже в жилище, была изъята крупная партия ножей, которая, согласно заключению эксперта, была признана холодным оружием. По факту незаконного сбыта холодного оружия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Алина Котрихова, Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В центре Кирова на улице Спасской накрыли подпольный покерный клуб. Полицейские сотрудники СОБРа изъяли у владельцев оборудования деньги. Подробности в нашей рубрике «Сводка». Кировские полицейские при поддержке СОБРа накрыли подпольный покерный клуб на улице Спасской. Он располагался в нежилом помещении. Изъяли оборудование, покерные столы, фишки и деньги. Также установили личности организаторов незаконного игорного бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В течение 2018 года и начале 2019 года сотрудниками уголовного розыска была пресечена деятельность четырех организованных групп, которые занимались на территории города Кирова организацией и проведением незаконных азартных игр. Ряд лиц уже осуждены. В общей сложности в прошлом году, а также в начале 2019-го задержали 16 человек. Они занимались организацией и проведением азартных игр. Ликвидированы 10 подпольных казино. Вечером 5 февраля на улице Солнечной прорвало теплотрассу. Очевидцы наблюдали столб пара и то, как горячая вода под большим напором выливается наружу. Несмотря на аварию, отключать отопление и горячую воду в близлежащих домах не стали из-за морозной погоды. Специалисты обследовали участок и нашли дефект на воздушнике. Ремонтные работы запланировали на 7 февраля, когда на улице потеплеет до 10-13 морозом. В Кирове разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 4 февраля около 7.30 утра у дома номер 8 по улице Чистопрудненской. На нерегулируемом пешеходном переходе девушка за рулем Киарио белого цвета сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Очевидцев просят позвонить по телефонам на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Сразу двух водителей с перегаром задержали сотрудники Росгвардии на улице Орджоникидзе. Первый не планировал ехать на 12-й, но он сел за руль для того, чтобы помочь подруге выехать из снежной западни. Второй приятель был как бы за компанию, управлял 14-й. С участниками двойного задержания пообщался мой коллега Сергей Пичугин. Она за трезвой надеет. Проверьте. Выдернуть из снежной западни одну машину другой не проблема, но другое дело, если водитель находится на веселе. Впрочем, началось все вообще с трезвой девушки Екатерины. Именно она приехала за своим парнем на 12-й и застряла в снегу. Парень Андрей был не один, а с другом Тимофеем, и они решили вытащить машину из ямы. Они мне помогали. Ну, я не знаю, можно ли назвать это помощью. А что они конкретно? Как они помогали? Они меня толкали. Сбоку, сзади, как-то вперед-назад? По-всякому. Это было долго. Продолжительное время. Они не садились за руль вашего автомобиля и не помогали ли вам за рулем сидя? Я не знаю, как правильно отвечать. Сотрудники Росгвардии заметили, что из двора выезжают две машины. 14-я, а потом и 12-я. Стражи порядка проверили. От водителей пахло спиртным. Рулевой 12-й Андрей уверял, что он не нарушитель. Он пешеход, который проходил мимо. Я проходил мимо, увидел тут ситуацию, решил поинтересоваться, как происходит все. Мне стало интересно. Оказывается, здесь возникла ситуация, что кто-то застрял. Я решил помочь. Андрей уточнил, что он за рулем не сидел. Водитель 14-й Тимофей тоже рассказал, что он не при делах. Я вообще нашел классный дом. Весь тот там не был. А, из дома вышел? Конечно, да. А вы помогали вытаскивать машину из ямы? Нет. Почему? Ну, пару раз и все. А, пару раз стал. Тимофей прошел экспертизу с положительным результатом, но с ним не согласился. А к врачу ехать не захотел. Андрей же сразу отказался от теста на алкоголь. На водителей составили протоколы. Сергей Пичугин, Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Лесной камера зафиксировала, как водитель 15-й спровоцировал ДТП. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Лесной водитель 15-й пытался тихо и аккуратно выехать налево на главную дорогу, но все же столкнулся с Ларгусом. Похожая ситуация произошла на улице Пугачева. Водитель темного универсала решил повернуть налево и не заметил встречный Рено. На Октябрьском проспекте во дворе водитель черной «Мазды» едва не въехал в машину с камерой. На улице Московской водителю на черном «БМВ» нужно было повернуть направо. В итоге он подрезал машину с регистратором. Опасные заносы исполнял «Дрифтер» на «Фольксвагене Поло» на Октябрьском проспекте. На улице Московской водитель иномарки думал, что проехал перекресток на «Мазды». «Зеленый сигнал». На улице Маклина с платформы эвакуатора упала иномарка «Шкода». На повторе видно, что автомобиль сначала покатился по платформе, а затем ударился бампером об асфальт. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkerovsobaka.inbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok